Всем привет! Меня зовут Иван Лучков. Сегодня у меня на канале мы говорим про очень трендовую штуку. Называется эта штука Instagram Stories. Истории. Все вы знаете, что это такое. Но сегодня то, что я скажу, будет очень важным, потому что мало людей понимает о том, что такое истории, и почему они важны, и почему именно истории могут изменить вообще все в социальных сетях. Да и в целом, вот в медиарынке обо всем по порядку. Поехали! Это видео, в частности, будет застрагивать и тему мобильной фотографии, и также социальных сетей, и, конечно же, Instagram. Но мы немножко еще и помечтаем, поговорим о будущем, но обо всем по порядку, как я уже сказал. Итак, что такое истории? Все вы знаете, что истории были придуманы не Инстаграмом, они были реализованы в рамках социальной сети Snapchat, потом были украдены всеми, кому не лень, используются абсолютно везде, в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме. Кто-то шутит, что они даже появляются в Excel, ну и прочие вещи. Но по какой-то причине сверхпопулярными они стали именно в социальной сети Instagram. У меня есть предположение, почему так произошло. Ведь из всех социальных сетей только две социальные сети больше всего ориентированы именно на создание контента, на создание фото и видео. Из этих двух сетей был и Snapchat, и Instagram. То есть аудитория, которая приходит в эти социальные сети, она уже ориентирована на то, что в ней нужно что-то создавать и что-то потреблять. Ведь согласитесь, когда вы публикуете что-то в ВКонтакте, либо же в Фейсбуке, вы по сути-то ничего не создаете. Вы просто пишете текст и вставляете картинку. Копировать, вставить. И вы же вставляете линк. Когда вы публикуете что-то в Instagram, либо же в Snapchat, то там уже это предполагает, что вы создаете какой-то контент. И вот вам ответ на вопрос, почему именно в Snapchat и в Instagram истории взлетели. Но так как у Instagram аудитория в сотни раз больше, чем у Snapchat, то там они стали сверхпопулярны. Суть истории заключается в том, что вы публикуете какую-то информацию, видео, либо фото, и она исчезает спустя 24 часа. И я убежден в том, что это и есть будущее интернета, будущее социальных сетей и будущее социальных медиа. Конечно, все мы не привыкли потреблять такой вид информации, и уж тем более создавать такую информацию. Вы стараетесь, тратите свое время, публикуете это, а это потом исчезает. Но побоюсь вас огорчить, либо же обрадовать. Это и есть будущее медиа, и к этому нужно привыкать. И самое главное, к этому нужно не просто привыкать, а этим нужно пользоваться, из этого нужно извлекать выгоду. А поверьте мне, выгода очень большая. Истории на сегодняшний день являются, пожалуй, единственным, уникальным и довольно сложным инструментом для удержания аудитории. Посудите сами. Блогер, который создает контент, он публикует какую-то информацию, и она остается в его социальной сети навсегда. То есть любой человек может обратиться к ней позже. И мы к этому привыкли. Человек выложил видео, либо фотографию, и ты думаешь, ну ладно, посмотри как-нибудь в другой раз, когда будет время. Истории сделают контент, скажем так, уникальным. Он действительно уникален. И здесь есть взаимовыгода как у создателя историй, так и у зрителя истории. К примеру, автор, который создает истории, замотивированно постоянно что-то делать. Не будет возникать таких вещей, когда блогер опубликует какую-то информацию, расслабится и уйдет на покой, как это бывает, допустим, у меня. Вот в Ютубе выходит редкое видео. Ну, я знаю, что я выпускаю видео, вы посмотрите его потом, и я расслабляюсь. Точно так же бывает в Инстаграме. Человек публикует какую-то фотографию, он остается у него на стене, и он может пропасть на неделю, а зрители говорят, куда он делся. Может, он умер вообще? Что произошло? Где новый контент? Так вот, истории могут исправить эту ситуацию. Сам создатель контента понимает, что истории могут быть очень актуальны для зрителя. То есть зритель имеет нормальную мотивацию заходить на вашу страницу каждый день. Потому что он знает, что сегодня выйдет что-то, чего не будет через 24 часа. И он знает, что через 24 часа появится новая информация, эксклюзивная информация, которая тоже исчезнет таким образом. И создатель этой информации, и потребитель этой информации получает взаимовыгоду. На своем собственном примере могу сказать, что после того, как я начал активно публиковать истории, мои подписчики, вы стали чаще заходить на мою страницу, и активность у меня в Инстаграм повысилась чуть ли не в три раза. Ведь вам интересно, что я выложу завтра, что я выложу послезавтра, и некоторая информация может пропасть из общей ленты. И это действительно очень круто, это меняет сознание. И истории сами по себе говорят своим названием. Это очень важная штука, когда вы создаете какой-либо контент, в нем важна история. Если фотография, если видео несет какую-то историю в себе, то она более интересна, чем что-то плоское. И здесь получается так, что истории можно создавать по-разному. Можно публиковать всякий хлам неинтересный, можно публиковать интересный контент. Поэтому к историям нужно относиться как именно к инструменту, в котором нужно преподавать очень актуальную, очень интересную и красивую информацию. Если вы создаете красивые фотографии, либо видео просто в Ютубе или же Инстаграме, в историях это тоже нужно делать. Нужно пересказывать свой день, какие-то свои увлечения интересным способом, чтобы привлечь аудиторию. Если у вас в истории опубликуется какой-то непонятный хлам, то виноваты в этом только вы. Об этом я уже не раз говорил. То, что вам показывается в вашей социальной сети, зависит только от того, на кого вы подписаны. Но если вы подписаны на людей, которые, извините, делают говно, то говно вам будет предлагаться. Если вы подписаны на нужных людей, которые стараются и делают что-то интересное, то вам будет интересно это смотреть. То, что я скажу дальше, вообще полный взрыв мозга. И я считаю вот что. Истории постепенно меняют формат видео. Все мы привыкли к общей принятой фразе, что видосы, которые снимаются, должны сниматься вот в таком, да, в горизонтальном положении, в горизонтальной интеграции вот такой. И это нормально, потому что, да, эти видео можно потом посмотреть на экранах телевизора, компьютера, либо же планшета. В большинстве своем видео должны быть горизонтальны. Но здесь вступает в силу следующий закон. Если вы проследите внимательно, как много людей пользуются смартфонами и как с каждым годом количество мобильных пользователей прирастает, то есть в буквальном смысле слова, существует огромное количество людей, которые делают свой первый заход в интернет, либо же в социальную сеть именно с экрана смартфона. Они вообще не знают, что такое компьютер. И количество людей растет с каждым годом все больше и больше. Что это значит? Это не значит, что количество людей, которые потребляют контент с компьютера, станет меньше. Но это не значит, что их станет больше. А вот количество пользователей смартфонов станет явно-таки больше, чем пользователи которые потребляют контент с компьютеров на что это подталкивает на какие мысли обратите внимание как мы привыкли пользоваться смартфоном мы пользуемся вот в таком положении в вертикальном мы листаем социальные сети мы читаем тексты именно вот в таком положении то есть 90 процентов своего времени мы потребляем информацию в вертикальном положении есть небольшие исключения к примеру некоторые видеоигры на смартфонах которые заставляют вас вот так им пользоваться либо же просмотр роликов на ютюбе которая тоже предполагает вот такую ориентацию а теперь сделайте небольшой эксперимент зайдите в instagram истории и найдите видосы которые люди выкладывают не в такой ориентации а вот в такой такие видео тоже можно загружать возникнет ли у вас желание в инстаграме перевернуть смартфон и посмотреть на это видео у меня не возникает такого желания я спокойно потребляю контент вот в такой ориентации и здесь возникает следующий вопрос раз большинство людей используют смартфон в такой ориентации почему бы не создавать контент именно в такой ориентации и мы можете спросить а можно ли снять красиво на смартфон видео вот в такой ориентации или фотографии да можно и это стоит делать потому что большинство людей используют смартфоны именно так вы идете просто навстречу пользователю и предоставляете ему актуальную информацию ведь 90 процентах случаев он будет использовать смартфон именно вот такой ориентации Более того, я наблюдаю сейчас в Инстаграме за большим количеством интересных авторов, которые уже создают контент с такой вот ориентацией вертикальной И у них получаются очень крутые штуки, просто чумовые штуки Здесь сразу же напрашивается следующий вопрос Но ведь Инстаграм может сделать любой инструмент, который позволит просматривать видео в горизонтальной форме, как мы обычно привыкли Мы это уже видели, раньше фотографии в Инстаграме были квадратные, потом они стали и такими, и такими Почему же Инстаграм не сделает то же самое для истории? И ответ на этот вопрос очень очевиден Истории, сами по себе, это быстрый контент То есть контент, который создается быстро и контент, который потребляется быстро, на ходу Он не подразумевает у вас вдумчивого потребления Вы не должны сидеть и думать, как же разместить смартфон Вы ходите по улицам, вы сидите в общественном транспорте, вам не до этого Вам нужно быстро потребить информацию и пойти дальше Именно поэтому вот такая ориентация является стандартом уже, де-факто это стандарт То есть истории это инструмент для создания быстрого контента и для быстрого потребления контента А что такое быстрое потребление контента? Что такое вообще скорость потребления контента? Здесь нужно обратиться к истории Вспомните, раньше выпускались газеты раз в месяц Потом народ потребовал больше информации Стали выпускаться еженедельные газеты Потом появились ежедневные новостные газеты Каждый раз их подавали, люди читали их со завтраком Узнавали что-то новое Потом появился интернет И количество создаваемой информации в рамках одной минуты, в рамках часа увеличилось И количество потребляемой нами информации увеличилось просто невообразимым образом Потом пришли социальные сети И количество информации, скорость информации увеличилась еще больше Получилась огромная конкурентная среда, где создавая контент, вы выкидываете его в эфир И там уже почитают, не почитают, дело такое А что будет дальше? Как будет развиваться дальше быстрое потребление контента? Как его можно еще ускорить? Как его можно сделать еще быстрее? И здесь ответ в историях Вы не можете увеличить количество контента Его уже некуда увеличивать И так его полным-полно Но вы можете его искусственно ограничить Вы можете создать контент, который будет исчезать Таким образом вы сможете привлечь внимание новой аудитории Ведь то, что опубликовано и сохранено на веки К нему всегда обратятся через поиск, через как угодно со временем А к историям обратиться невозможно Они исчезают И в этом их уникальность Давайте немножко абстрагируемся И представим идеальную картинку будущего Когда человеку, который пытается что-то опубликовать в социальной сети Предлагается сделать публикацию в двух видах Навсегда Просто опубликовать у себя на стене какую-то информацию Навсегда, которая там останется Либо опубликовать информацию, которая исчезнет через 24 часа Мне кажется, что такой сценарий очень крутой И он поможет очистить интернет Каким образом это произойдет Сейчас сами зайдите в свою социальную сеть Откройте публикации, которые вы делали буквально в течение года И ответьте себе на вопрос Актуальны ли они сейчас? Я думаю, что большинство информации, которую вы публиковали в социальной сети Сейчас не имеют никакой вообще ценности И более того, информацию, которую вы публиковали год назад Может идти в противовес с вашим мнением То есть ваше мнение может меняться То, что вы написали вчера Завтра может не являться правдой И вы сами откажетесь от своих слов Поэтому разделение контента на постоянный и временный Очень актуально Перед тем, как вы будете что-то публиковать Вы лишний раз подумаете Хотите ли вы, чтобы это вообще осталось в интернете Хотите ли, чтобы ваши слова потом использовались против вас К примеру, потому что сегодня вы любите белое Завтра вы любите черное Информация, которую вы публиковали про белое Месяц назад, она будет уже как бы Немножко противоречить вашим интересам Поэтому, когда человек будет публиковать информацию какую-то в социальной сети Он лишний раз подумает А как он это напишет Напишет он это так, чтобы увековечить свои мысли Либо напишет какие-то быстрые мысли-слух Которые пропадут через 24 часа Кто их смог увидеть, тот их увидел Кто не увидел, да и слава богу, интернет стал чище И это, мне кажется, круто Безумно круто То есть ускорение потребления информации Это в любом случае эволюция Хотите вы этого или нет Это будет происходить А как можно еще ускорить информацию в эволюционном плане Это ограничить к ней доступ Успел, увидел Не успел, не увидел Вот в чем смысл истории В этом их уникальность Они действительно уникальны Вы создаете контент Вы трудитесь каждый день Зная, что он исчезнет Казалось бы, очень жалко Да, я снимаю видосы в инстаграм Выкладываю Я знаю, что через 24 часа их уже не будет Но я прекрасно понимаю, что такой подход, который пропагандирует истории Заставляет меня постоянно что-то делать Делать что-то на регулярной основе А это и есть залог успеха вообще в любом деле Если вы делаете что-то постоянно, вы растете Если у вас есть стимул делать постоянно, то это прекрасно А истории делают прекрасный стимул создавать контент каждый день То, что скорость потребления информации растет с каждым днем Это факт И здесь не нужно далеко ходить Просто смотрите за хронологией событий Как это все развивалось И вы сами все поймете Здесь мне сразу приходит на ум Интересная сцена из кинофильма Название которого я уже не помню Смысл был следующий Человек попадает в будущее Встречается с местным жителем И говорит, какую вы музыку сейчас слушаете Тот берет, включает ему новый альбом Какую-то хитяру просто И в течение трех секунд у человека в наушниках Проносится какой-то шквал непонятных просто звуков А он говорит, что это было? Говорит, это был новый альбом Ты послушал только что 15 современных треков И они просто супер Естественно, человек, который живет в будущем Он привык потреблять быстро информацию Он уже адаптировался Он все прекрасно услышал и понял А человек из прошлого, он смотрит такой И ничего не понимает Вот, друзья, это наглядный пример того, куда мы идем Многие из вас могут сказать, что, господи, это страшное будущее Как мы сможем так жить? Но поверьте мне, даже то, что сейчас происходит И является для нас нормой Для людей прошлого поколения Является волшебством и знахарством Покажите какому-нибудь пенсионеру смартфон Айфон, либо что-то еще Он посмотрит на это Посмотрит на вас И вызовет экзорциста А сейчас я скажу вам одну очень интересную информацию Это мои личные наблюдения Которые я недавно понял Instagram Stories на сегодняшний день С недавнего времени Стал, пожалуй, единственным инструментом Для органического роста вашего Инстаграма Что это значит? Если вы смотрели мои предыдущие видео То наверняка вы знаете, что Инстаграм сам по себе не растет А аудитория сама себе не прирастает Делать просто качественный контент Этого уже недостаточно Нужно делать какие-то внешние действия Привлекать аудиторию социальных сетей Из Ютуба Из рекламных постов В общем, что-то делать Коллаборироваться как-то Так вот Instagram Stories сделал интересную фишку В Инстаграме сделали привязку по геолокации Что это значит? Это означает, что если вы снимаете какую-то историю И помечаете ее геолокацией То эта история будет показана людям Которые на вас даже не подписаны То есть Instagram сам помогает продвигать ваши видосы Недавно я ходил по морвокзалу одесскому Был на пляже Снимал видосы Пометил их геотегом И в течение трех часов Ко мне в комментарии прилетело Огромное количество людей Которые на меня не были подписаны Которые меня не знают Они начали интересоваться Кто я, чем я занимаюсь Как я снимаю эти видео И они на меня подписались Вот так органически Instagram Stories позволяет Взращивать ваш Instagram аккаунт Это очень крутой инструмент Пока есть возможность Пользуйтесь Пока небольшая конкуренция Создавайте истории Запомните главное правило Лучше сделать как-то Чем вообще никак А регулярность она сделает свое дело Вы начнете расти в качестве Если, конечно, зададитесь целью Будете каждый день усовершенствовать свой навык Пересказывать какие-то интересные моменты из вашей жизни И людям это будет нравиться Им это интересно В этом смысл интернета Для чего-то же люди читают блоги Смотрят видеоблоги других блогеров Потому что им это интересно Instagram Stories это идеальный инструмент Для такой задачи Просто идеальный Я думаю, это было не последнее видео Про истории в Инстаграме В дальнейших видосах Стоит, наверное, технически разобрать Этот инструмент Как правильно снимать видео Как его монтировать В каком формате В какой ориентации Опять-таки у многих людей возникает вопрос Здесь много технических сложностей О которых стоит поговорить Если вам интересна эта тема Пишите в комментариях Не забудьте подписываться на мой Инстаграм Там каждый день теперь будут выходить Какие-то интересные истории Также фотографии публикую Продолжаю публиковать И рассказывать вам Все самое интересное Из этой социальной сети Потому что Инстаграм на самом деле Это уже Вообще независимая площадка Она превратилась для некоторых Прямо в работу В полноценную работу Как YouTube Как сайты И прочие вещи Поэтому я считаю Своим долгом Как фанат этой социальной сети Делиться с вами Какой-то полезной информацией Подписывайтесь на канал Ставьте лайк И задавайте свои вопросы Пока